Обзор американского ЕРП. Индивидуальный рацион питания на один прием пищи. Один такой паек содержит 1200-1300 килокалорий. Всего есть 24 разных меню. У меня меню номер 5. И основное блюдо здесь кусочки куриного филе. Вес пакета со всем содержимым 586 грамм. Видео будет длинное, так что заваривайте чаек и берите вкусняшки. Если вам интересна эта тема, набираем всего лишь 10 тысяч лайков под этим видео. И я сниму суточный такой же паек американский. Или постараюсь найти паек какой-то другой страны. И вы мне в этом поможете. Если у кого-то есть возможность привезти паек из Румынии, из Украины, из России, из любой страны. Я с удовольствием его куплю у вас и сниму обзорчик. Пакет водонепроницаемый, очень плотный, удобный, компактный. Открывается вот таким образом. Он еще здесь в пакете. Здесь пусто. Смотрим комплектацию. Беспламенный разогреватель. Ложка здесь, напиток, тортилья. Вот это основное блюдо. Это вкусняшки. Вот спички, жвачки, салфетки. Это соусы, горяжьи палочки. Сразу грею основное блюдо. Вот это беспламенный разогреватель. Здесь есть инструкция. Сейчас покажу, как им пользоваться. Написано, белые кусочки курицы. Здесь внутри нагревательный элемент, который активируется водой. Открываем верхнюю часть. Закладываем курицу. Вот так это выглядит. Наливаю воду между линий. Больше получилось. Быстренько убираем вот в такой вот пакет специальный. И заворачиваем внутрь. Ждем реакцию. Пока греется основное блюдо, посмотрим аксессуары. Ложка. Хорошая плотная ложка. Влажная салфетка. Две бубль гум. Соль. И сухая салфетка. Спички. Спички картонные. Как я должен их зажигать, интересно. О, получилось. От разогревателя идет очень неприятный едкий запах. Я открыл окошко. Но он очень горячий. Пока шипит, я его не трогаю. А пока смотрим кукурузные наггетсы. Или хлопья. Что это здесь? Это просто кукуруза. Снейки типа арахиса, чипсов или сухарей. Тогда получается у горячего блюда нет гарнира. Пробую кукурузу. Хрустит знатно. Очень хрустящая, полностью обезвоженная кукуруза. По химии, по вкусу, похож на какой-то читос или на сухарики к барбекю. Биф стик написано. Это говяжья палочка. Вот она еще в пакете. Терияки биф стик. Ну прям полноценный кусочек мяса. Знаете, как пахнет собачий корм? Вот у нее такой вкус. По структуре превращается в кашу во рту. Похоже на очень дешевую колбасу. Еще и пересолена. Состав здесь неплохой. Где-то в полевых условиях она зайдет отлично. Но по вкусу отвратительно. Собачий корм. Я в детстве пробовал. Основное блюдо все еще шипит. Поэтому попробую тортилья. Это вместо хлеба и галет. И здесь у меня барбекю соус. И сырный спред. Вы посмотрите. Пахнет чем-то кислым. Здесь две штучки. Две настоящие тортильи. Барбекю. Да, соус барбекю. Причем неплохой. Но что-что американцы умеют соус барбекю делать. Так, складываю. Пробую. Барбекю офигенный. Яркий, насыщенный, кисло-сладкий, копченый. Тортилья неплохая также. В общем мягкая, но по структуре плотная. Жуется хорошо. Не резиновая. Сыр. Выглядит хорошо. Приятный желтый цвет. Пахнет плавленым сыром. Аленый. Но сырный. Офигенный сыр. И вы не подумайте, меня не спонсируют никакие американцы. Я сам лично купил этот набор с рук. Нашел на трех девятках. Встретился с человеком. Купил, пообщался. Хороший человек. А сыр офигенный. И тортилья тоже. Единственный минус, что он слишком соленый. Мою руки салфеткой. Переходим к основному блюду. А потом вкусняшки, сладости и напиток. Крупное. Влажное. Шипение прекратилось. Сам пакет дотронуться невозможно. Картон можно еще держать. Видите, аж пар идет. Горячее куриное филешечка. Открываем. Смотрите. Прям куриное филе с бульоном. Мягко. Просто горячее куриное филе. Очень мягкое. Совершенно нейтральное по специям. По вкусу отличное. Очень вкусно. А вообще я должен все это съесть и понять, наемся я или нет. Поэтому делаем буррито. Наверное, это так и должно быть. Хрустящая кукурузка с яркими специями отлично дополняет это куриное филе. У меня, если что, первый снег за окном. Очень красивая метель. Я уже достаточно плотно перекусил. У меня остался энергетический напиток и энергетический батончик. Яблоко с корицей. А здесь у нас углеводно-электролитный растворимый порошок. А по вкусу это должен быть фруктовый пунч. Буду пить прямо из пакета. Здесь есть зип-лок. Ох, ешкин кот. Такое чувство, что это будет что-то типа энергетика. Заливаю по черную линию водой. Целый стакан 350 миллилитров поместился. Закрываем. Хорошенько взбалтываем. И написано полчаса. Это должно все настояться. Энергетический батончик. Пахнет сушеными яблоками. Пробую. Я думаю, вот эта штучка очень сытная. На что это похоже, очень сложно объяснить. Плотная по структуре, но при этом очень приятно жуется. Вкус яблок в меру сладкая. Нотки корицы. И приятно хрустят воздушные шарики. На послевкусие догоняет сильная сладость со вкусом меда. И такое чувство, как будто это пропитано все медом или каким-то сахарным сиропом. Пробую напиток. Сейчас покажу, как выглядит. Ого, какой красивый цвет. Вот это стопроцентный юпи, блин. Это совершенно не вкус энергетика. Да, это все-таки тот вкус из детства. Сто процентов. Нас с детства уже пичкали электролитами, что ли. Ну, напиток такой, на любителя. В полевых условиях по-любому зайдет. Еще жвачки остались для того, чтобы вам с товарищем по оружию было приятно общаться после обеда. Пробую. Сразу две. Обычная мятная жвачка, типа Орбита или Дирола. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Мне лично очень понравилось снимать такой обзор необычно интересный. Напоминаю, друзья, у кого есть возможность привезти ИРП с другой страны, свяжитесь со мной. Я у вас куплю и сниму еще видосики интересные. Обязательно напишите комментарий, подпишитесь на канал. Набираем 10 тысяч лайков и смотрим подобный видосик. Пока, друзья.